Итак, господа, нас ожидают также три раунда по пять минут. Давайте знакомиться. Слева от меня находится боец, которому 20 лет. Его рост 179 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Сегодня у него профессиональный рекорд, побед, ноль поражений. Его стиль Ушусаньда встречайте! Из Хасавюр, Дагестан, Рамазан, Калима! Также справа от меня находится боец, которому 27 лет. Его рост 181 сантиметр, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд, ноль побед, одно поражение. Его стиль также Ушусаньда встречайте! Из Гудермес, Чеченская республика, Рамзан Ахматов! Рефривок тагония Ашота Шагян. Итак, Рамзан Ахматов, Рамазан Каримов. Ну, тезки, по большому счету. Оба представляют один и тот же вид спорта Ушусаньда. Ну, как я отметил, Рамзан Ахматов имеет опыт выступлений и в муай-тай, и в кикбоксинге. Причем не только по любителям, но и по профессионалам тоже. Рамзан Ахматов, Рамзан Ахматов, Рамзан Ахматов. Не могу объяснить, совершенно не понимаю, в чем специфика. Вот, но тем не менее, факт. Ну и чем еще примечательен этот вид спорта Ушусаньда? Это, в первую очередь, тем, что это чуть ли не единственный вид такой ударной техники, классической которой, в котором используются переводы. То есть сандаисты в базе, это не просто такие боксеры, ну, в кавычках, да? Это еще и те люди, которые отлично делают разов рода броски, проходят в ноги. Их очень амплитудные броски. Интересные. Ну, есть ощущение, что сейчас Ахматов восстановился. Ну, ой, классный хоккей. Ищет валяет слева. Два шикарных удара. Да, сейчас восстановил статус-кво. Да, Рамазан Каримов, есть ощущение, чуть-чуть расслабился. Ну, может быть, ему это нужно. Вы знаете, многим спортсменам нужно расслабляться для того, чтобы эффективно работать. И сейчас, посмотрите, еще один такой тяжелый удар был. И локоть. Запрещенное действие локтем. 12-6 удар, так называемый. Ну, и в затылок. Судья сделал... Ну, нет, он, в принципе, запрещенный. Ну, еще добавки, наверное, уже. Ну, да, да, да. То есть, вот, видите, под таким углом, когда как будто сбоку ты бьешь, это удар разрешенный. А когда строго сверху вниз, это как бы запрещенное действие. Такие тонкости. Спортсмены не всегда успевают в клубу разобрать, какой именно... Под каким углом конкретно они сейчас бьют. Поэтому... Ну, в таком положении есть очень много известных нокаутов. Недавно, например, Заврукевич Бабаев так вот локтем нокаутировал своего оппонента. Он присутствующий в зале, правда, не локтем. Вот подобная ситуация. Адлан Амагов, когда нокаутировал Ти-Джея Уолгдургера. Помните, апперкотом. Похоже, это клинч был. Интересно работают спортсмены. Так вот подбавливаете сейчас. В четвертый четвертый попадает Рамзан Ахматов. Такое ощущение, что вот этим мощным ударом в начале раунда разбудил соперника Таримов. Как-то он побыстрее, Рамзан Ахматов, мне кажется. Сейчас есть такое ощущение. Интересно, что одиночными ударами перестреливаются бойцы. Но скорость при этом уникальная, фантастическая. И хорошая двойка. Первая из мишечка, да. Не зашла, но вот второй удар. Правый вот не зашел. Тут же перевод. Сразу же снизу пытается Рамзан атаковать соперника. И нанес достаточно много ударов. И он тут же, наверное, нивелировал этот перевод. За счет своих атак. Да, если раньше, в общем-то, эти удары снизу не оценились вообще никак, то сейчас это вполне себе удары. То есть если ты перевел соперника, а он снизу бьет, то преимущество у него. К разу, к сожалению, не все судьи иногда это оценивают. Поэтому мы не всегда видим последовательность принятия решений судейского. Насколько я знаю, вот эту конкретную судейскую бригаду, здесь они очень четко в этом плане следуют, ну вот устоявшейся вот этой традиции и правил. Да, очень своевременный бил перевод, но вот полноценно как-то реализовать его не получилось. Очень здорово снизу работал Ахмадов. Ну и давайте насладимся яркими моментами, их было очень много. Ахмадов. Спасибо. 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 Ну что ж, второй раунд этого интереснейшего поединка. Такое ощущение, что ну как-то чуть более взбодрился сейчас Рамазан Каримов. Он как-то пособраннее стойка у него стала. Сейчас, возможно, он хочет... Чуть больше эпизодов забрать именно на этой дальней дистанции. Классно расстреливает Рамзан Ахматов, конечно, на дальней. Пропускает сам тоже, но вот... Есть эпизоды прям очень яркие. Ну вот насколько приятно смотреть бой двух сандаистов. Да, очень зрелищный. Бой мы набидаем. Ну так прямо видно, готовил бэкфист. Ого, хороший миддл кик. Лоу. Еще один хай-кик, но уже блок. Практически не ставят блоков. То есть я не увидел пока ни одного, по-моему, блока. Ну там, условно, называется это щит. Имеется в виду от лоу-киков. Защита от лоу-киков. Каждый удар принимают. Просто стараются контратаковать. Ну, в том плане встречать ударами. Или просто обменяться. Меняя стойки. Оу, справа здорово сейчас попадает Ахматов. И в печень. Так откровенно немножко бросился в ноги, было видно. Хорошие джебы, кстати, у Каримова проходят. Ахматов. Да, довольно быстрые. Но это не та дистанция, на которую часто получается быть. Дистанция удара ноги все-таки пока основная в этом поединке. Но на джебе, да, здорово получается работать у Рамазана Каримова. Хорошая разножка. И справа попадает Ахматов. Хороший удар корпус. Сейчас вот в стиле Мухаммада Алия. Да, сдваивает так прямой Рамзан Каримов. И так вот, уходя назад, немножко все-таки получил, по-моему, Рамзан Ахматов. Ага, есть перевод. Накинулся прям так сверху Рамазан Каримов. Но мы помним, что в первом раунде не очень ее получилось реализовать это доминирующее преимущество. Кто знает, может быть, сейчас уже чуть больше усталости у него это получится. Да, пока что удерживает, но начинает вставать Рамзан Ахматов. Он не бил, как в первом раунде, но быстро достаточно встал. Тайгдаун есть, но преимущество вот какого-то из этого излечения. Дополнитель дивидендов Каримову не удалось. Здорово, здорово. Либо дорого смотреть, конечно, на ударную технику спортсменов. Очень-очень быстрые руки, очень быстрые ноги. Сейчас хороший вариант для перевода. И да, перевод получился. Вот сейчас за спину бы нырнуть и попробовать ножки вправить. Почему-то не очень пытается это делать дагестанский спортсмен. Хотя это был бы прям отличный вариант. Ну, в любом случае, он лучше нас чувствует, видит, что возможно, что невозможно. Все-таки он там находится, а не мы. Поэтому то, что нам кажется страны, совершенно не факт, что правильно. Ну, для меня загадка, конечно, как судить этот раунд. У каждого были свои очень хорошие эпизоды. Будет ли здесь под занавес еще что-то яркое, какой-то перевод, попадание. Хороший лоу-кик. И так рассечение небольшое у Рамазана Каримова. Завершил раунд номер два. Ждем третьего. Уважаемые болельщики, я предлагаю поаплодировать обоим бойцам. Очень горячий бой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, венец этого поединка. Раунд под номером три. Ожидание, конечно, от этого третьего раунда очень серьезное. Темп высокий, эпизодов было много. Они были яркие. Решительного преимущества нет ни у кого из спортсменов. Считать у кого больше попаданий мы не считали. Не знаем. Подавливает вроде бы больше Ахмадов. Переводов больше у Каримова. Хороший левый. Да, много сегодня мы видели таких двоек с дальней руки. То есть, когда такая обратная двойка в дальней передней. Еще на колено тут же подхватывает Каримов соперника. Получится ли здесь перевод? Должен получиться, по идее. Ну, нет. Очень хорошая позиция, пока не реализовалась. Неплохо Рамзан Ахматов защищается от борьбы. Ну и да, и сетка там еще. И в целом вот такие, знаете, микроэпизоды. Вот здесь вот. Получится или не получится, решается вот доля секунды. И эти доли секунды пока лучше реализовал Ахматов. Чуть-чуть застыла схватка, но только потому, что идет напряженная работа в этом самом клинче. Плотное попадание. Хорошие попадания в сторону Ахматова. Колено на выходе. Жесткие попадания от Ахматова в этом раунде мы видим. Много локтей было здесь, у стены. И, в общем-то, обязательно их посчитают судьи. Есть сечка у дагестанского спортсмена. Все равно пытается он делать переводы. Ну, мы помним, у него были успешные в этом плане попытки в предыдущих раундах. Существует. Необходимо! Необходимо! Класс! Может быть, самому Каримову сейчас попробовать нанести какие-то акцентированные удары. обострить, зайти на среднюю ближнюю дистанцию. Пока мы этих попыток не видим. И несколько успешнее в этом раунде, кажется, представители красного угла Ахматов. Полторы минуты, даже меньше, до конца этого поединка. Очень увлекательно. Практически, как каждый из тех, что сегодня состоялись, вот приковывает особое внимание. Смотрите, локти. Просто стоит в позиции, захватив одну ногу Каримов. Да, очень, конечно, накаленная такая обстановка в зале. Знаете, тот самый случай, когда хочется даже самому помолчать и дать вам послушать эту атмосферу, атмосферу поединка. Она, конечно, очень впечатляюще. Тяжелый третий раунд при ярких первых двух. Очень включилась трибуна. Много приехало поддержки и с дагестанским спортсменом. Разумеется, серьезнейшая поддержка у местного спортсмена Рамзана Ахматова. Ну и всего лишь 15 секунд за решением всех вопросов. Если особенно ничего не произойдет, мне кажется, что Ахматов по крайней мере в этом третьем раунде сделал сутки больше. Да, тут и рассечение, тут и вот даже в этой ситуации Ахматов постоянно наносил удары. Ну, давайте уже ждать, как все оценили судьи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. И так, уважаемые зрители, перед тем, как я оглашу результаты, попрошу аплодисменты обоим бойцам. Тем не менее, у нас есть решение по истечению трех раундов раздельным решением судей победу по баллам одержал боец из синего угла Рамазан Кадима Хасарю Дагестан. Я впечатлен, честно говоря.